Всем добрый вечер. Я рада видеть наших постоянных слушателей, я рада видеть новых участников. Мы сегодня вечером завершаем цикл таких презентаций, которые мы этой весной постарались организовать, потому что нам выдалась такая возможность в рамках проекта «Школа гидов». Наши коллеги из музеев, находящихся не в Москве, согласились рассказать нам о своем музейном опыте. И сегодня у нас будет очень интересная и более оригинальная лекция, отличающаяся от того, что было до этого, потому что мы сегодня будем говорить не про евреев, мы будем говорить про восприятие различными обществами их сложной исторической ситуации и того, как эта ситуация воспринимается прямо вот очень в близких событиях. Если мы говорим про Холокост и до сих пор это травматичная тема, то сегодня мы будем говорить о более живых ситуациях. Я продолжаю подключать тех, кто приходит, и передаю слово Наталье Синяеве-Пенковской, которая согласилась нам сегодня провести свою презентацию. Вопросы предлагаю прислать в чат или потом задать после того, как закончится рассказ. Спасибо большое, Алена, и спасибо за то, что пригласили меня сегодня выступить, рассказать, поделиться опытом нашей работы в Юго-Восточной Азии. Для меня это большая честь. Я сама была в Еврейском музее Центре Толерантности в Москве несколько раз, и считаю, что это один из самых интересных музеев, которые я вообще посещала. И для меня большая честь сегодня выступать перед вашей публичностью. И, кроме того, сегодня я хотела бы сказать, очень важный день тоже, день важный для Камбоджи, потому что сегодня день памяти в Камбодже, памяти геноцида. Именно сегодня, 20 мая, в 1975 году начались массовые преступления, совершенные красными хмерами. И вот уже несколько дней этот день отмечается в Камбодже как день памяти, поэтому сегодня мое выступление тоже очень такое символическое. Вообще я тоже расскажу немножко вначале о себе. Я вообще из Молдовы, но проживаю уже много лет в Польше. Работала в Музее истории польских евреев Полин, и занимаюсь тоже диссертацией, которая тоже касается Холокоста на территории Молдовы и Румынии. Но одно из моих тоже заинтересований – это музей, музейные экспозиции, как представлена история. История, трудные моменты истории, геноцид в разных музеях. И в последнее время я тоже очень часто была в Камбодже, участвовала в нескольких проектах там, тоже по стипендии, которая тоже получила стипендии мира Ротари. И с этого вот момента началась тоже моя как бы деятельность. То есть мне было интересно этим заниматься, и я считаю, что это тоже очень важно, потому что история, геноцид, который произошел в Камбодже, и тоже буду говорить о Бангладеше, это совсем недалекая история, это случилось 40 лет назад. И какие-то попытки об этом говорить сегодня в обществе, в Камбодже или там тоже, это, можно сказать, только начало. Вот, с самого начала своего выступления я хотела бы спросить, поинтересоваться у вас, кто из вас был в Камбодже, кто, может быть, посещал музеи, о которых я сегодня хочу вам рассказать. Тул Сленг, музей геноцидов в Камбодже и музей освободительной войны в Бангладеше, в Даке. Я была в первом музее. В Тул Сленг? Да, Даке. А когда вы там были? Три года назад, по-моему. Три года назад. То есть вы тоже посещали и Поля Смерти, то есть были в самом музее? Да, да. И какое у вас было первое впечатление, когда вы посетили, приехали? Ну, ужасно, ужасно. А вы посещали с гидом или сами самостоятельно? С гидом. И кто был этот гид, она представила или он, он представился? Это был мужчина, он, мы приезжали в Камбоджу, я вот сейчас уже это не очень как-то хорошо все помню, потому что очень насыщенная была программа, и вот этот музей, он тоже был в рамках программы, конечно. Почему я спрашиваю, потому что гиды, которые работают в Тул Сленг, это тоже очень интересная история, они очень, у них очень разная как бы биография тоже. То есть сейчас, например, очень много появилось там студентов, молодежи, чего не было несколько лет назад, то есть которые хотят узнать историю, да, того, что произошло с народом в Камбодже, да, геноцида, историю во время правления красных, красных миров. Кроме того, там тоже работают, например, те, чьи семьи, да, прошли через этот вот геноцид. То есть очень интересная тоже судьба сама вот этих гидов, которые там работают, и каждый из них рассказывает эту историю, тоже отдает что-то свое, новое, да. Я, как понимаю, сегодня у нас тоже очень много гидов присутствует, да, в аудитории, то есть это может быть тоже интересно, мы можем потом поговорить об этом. Ну, а я начну свою презентацию. Я думаю, что многие из вас, вы знаете, да, где находится, что это такое Камбоджа, и кто-то уже посещал Камбоджу, но все равно я вам немножко расскажу об этой стране. Камбоджа находится в Юго-Восточной Азии, граничит со странами Лаосом, Таиландом и Вьетнамом, и официально называется Королевством Камбоджи. Сегодня население Камбоджи насчитывает около 15 миллионов человек, и в основном это хмеры, которые исповедуют буддизм, но также, например, встречается мусульманское меньшинство Чам. Проживают также вьетнамцы, то есть Камбоджа это не только хмеры, там тоже проживают и другие народы. Столица Камбоджи это Пномпень, и музей, о котором я сегодня буду рассказывать, музей геноцида, находится в самом, в городе, да, в черте города, то есть является частью города, пейзажа города. В Камбоджи конституционная монархия и король избирается. Премьером Камбоджи уже с 85-го года является Хунсен, то есть который практически руководит одной-единственной партией в Камбодже, и вот уже много лет он правит, да, Камбоджи. И рассказываем эту историю, чтобы понять последующие события, чтобы понять, как создавался музей Тул Сленга. То есть была так называемая Хмерская империя, которая существовала до 15-го века, и расцвет этой империи приходился на 12-й век. Она была индуско-буддийская, и в период своего расцвета она охватывала большую часть современных Камбоджи, но, как мы видим на карте, не только Камбоджи сегодняшней, но также Таиланда, Лаоса и Вьетнама. Культурно тоже находилась под влиянием Индии, потому что были установлены уже такие, как бы, торговые пути с этим субконтинентом, то есть было сотрудничество, то есть было влияние Индии даже на язык хмерский. Это влияние чувствуется до сих пор. Главное наследие, наследие Камбоджи, это, конечно, Ангкор, который многие, наверное, посещали, который был столицей, столицей тоже империи. И империя вела войны, много войн тоже с вьетнамцами, и первоначально название города было как «Город, несущий славу», то есть это был большой город, один из самых больших в тот момент в мире, который занимал огромную площадь. Но, как и каждая империя, был упадок. Упадок империи, который произошел в 15 веке, и это было связано тоже с историей региона, то есть были различные переселения, тоже были войны, были тайские переселения, и тайское королевство Аютаи захватило Ангкор в 15 веке, и это был конец империи хмеров. Но вот эта история могущественной империи хмеров, она остается тоже, тоже как бы подпитывалась потом, тоже в то время, когда красные хмеры пришли к власти. То есть это могущественная история хмеры, которые владели большой территорией и были такими могущественными. Это говорит о тех мифах, которые существовали, о величии, о образе древнего хмера, как прародителя народов Юго-Восточной Азии. Но и в какой-то степени косвенно это тоже повлияло на идеологию, идеологию красных хмеров. В 1863 году Камбоджа становится протекторатом Франции. И французские колониальные правила действовали 90 лет, вплоть до обретения Камбоджи независимости в 1953 году. Как мы знаем, была тоже война во Вьетнаме. В 1970 году тоже был переворот в Камбодже, Камбоджийская гражданская война. И тоже в 1897 году Франция берет на себя полностью полномочия от короля, то есть собирать налоги, сдавать различные указы, то есть назначать чиновников. И с этого времени короли, они как бы только будут такими номинальными фигурами. И просто покровителями буддийской религии в Камбодже. То есть это тоже очень важно, то есть Камбоджа является, было буддийским государством. Вся остальная власть находилась в руках генерального резидента и колониальной бюрократии французами. Открываются, однако, тоже французские школы. И в 40-х годах уже многие молодые люди хмеры, они могут выезжать, например, во Францию, где могут получать образование. Там даже создается такая ассоциация хмерских студентов, члены которой тоже поддерживают, становятся на такие леворадикальные позиции. И, например, тот полпота, о котором мы сегодня будем рассказывать, и его соотники, они тоже были во Франции, тоже обучались там. То есть это было в 40-х годах. И в 53-м году, как я уже отметила, Камбоджа получает независимость. И правящий тогда принц Народом Сиханук, он объединяется с коммунистическим Китаем. То есть он как бы не доверяет США. Камбоджа была также, как я уже отметила, Вьетнамская война. И в 70-м году происходит переворот в Камбодже, в результате которого король был отстранен от власти и проложил путь Лон Нолу, который как бы берет Камбоджу под свою руку, чтобы преобразовать ее в республику на очень короткое время. Считается, что вот именно этот шаг, эта борьба за власть привела к такой гражданской войне и последующему захвату власти красными хмерами. Новое правительство Лон Нола было в союзе с США, и Народом Сиханук начинает искать поддержку и убежище в Китае. И также в то время поддерживает красных хмеров. В апреле 75-го года после пятилетней войны красные хмеры захватывают власть в Камбодже и создают демократическую кампучу. 17 апреля 75-го года они вводят войска в Пномпень, состоящие в основном из подростков, которым было 12, 13 лет, 14 лет. То есть это было в основном молодежь, которая происходила из сельской местности. И камбоджанский народ, который, как мы видим, многие очень уже устали от войны. Кроме того, были бомбардировки, тоже была война во Вьетнаме, и очень как бы Камбоджа тоже очень пострадала. И народ, который устал от войны, для некоторых это может быть казалось каким-то изменением, что это может привести к каким-либо изменениям. Мы видим, что некоторые тут их встречают, но, конечно же, не все. То есть, как мы видим, это в основном была молодежь, подростки, 13, 14, 15 лет. Кто такие красные их меры? Всем, конечно же, известен больше всего Палпот. Палпот, которого настоящее имя Салатсар, брат номер один. И тут мы видим эту фотографию, на которой представлены Палпот и его главные соратники. То есть, тоже брат номер два, брат номер три и тоже дочь, который был начальником тюрьмы С-21, которая позднее стала музеем геноцида в Камбодже, Тул, Сленг. Палпот сначала обучался, тоже как бы его биография достаточно такая интересная, обучался в буддийском монастыре, потом во французской католической школе, а потом выехал и обучался во Франции и находился под влиянием коммунистических идей. В 1953 году он вернулся в Камбоджу и он становится лидером красных хмеров. Красные хмеры, это имя давалось членам коммунистической партии Камбучи, которые управляли Камбоджей с 1975 по 1979 год, как я уже это отмечала. И армия красных хмеров, она создавалась в джунглях восточной Камбоджи в конце 60-х годов и тоже под влиянием поддержка Китая. То есть и тут мы видим основных таких действующих лиц, которые стоят за красными хмерами. Но и в то же время я вам показала вот этих подростков, этих молодых людей, которые составляли армию в основном красных хмеров, и о которых тоже потом будет идти речь позднее. Какая же была идеология на самом деле? Это очень сложная, можно так сказать, идеология. Это была смесь хмерского национализма, расизма, тоталитаризма, коммунизма. То есть и я уже вспоминала, да, о мифах о былом величии, да, которые хмеров, древних хмеров, которые тоже в какой-то степени проявлялись, да. То есть это была такая смесь, да, это была антипериалистическая, антииностранная, то есть им было чуждо всё, что не их. И кроме того, с самого начала их правления они поделили, поделили народ Камбоджи на своих, мы и их. То есть это даже если говорить определенная классификация, да, геноцида, это первая степень геноцида, когда людей делят на свои и другие. Это была антирелигиозная партия, это была антигородская партия, и как я уже отметила, националистическая, тоже, которая была тоже очень такая настроенная против, например, смешанных браков, да, то есть она была очень националистическая, и цель была создание нации крестьян. То есть это как бы такое упрощённое представление идеологии, потому что об этом написано очень много на самом деле, и я не думаю, что мне получится объяснить это вот в течение нескольких минут, но я представила им как можно проще, да, на самом деле, если вас это заинтересует, на эту тему тоже были свои работы, которые можно больше прочитать и углубиться в этом. то есть и вот в период, в период вот этой вот нестабильности, в период вот этой ситуации, войны, да, в регионе, они захватывают власть. За очень короткое время, прежде всего, как я сказала, они делят общество на своих и чужих, мы и вы. Они очень за короткое время также ликвидируют частную собственность, производство, культурную среду, погоды, да, образовательные политические учреждения, школы, университеты и заставляют население, городское население Камбоджи, например, Пномпен, переехать в сельскую местность для работы в сельском хозяйстве в тяжелейших условиях. И это на самом деле было одно из самых массовых в истории, из самых таких внезапных перемещений народа, когда их насильственно заставили переехать с городского, как бы с городского пространства в сельскую местность. Они преследовали, преследовали образованных людей. Для них даже человек, который носил очки, представлялся как человек образованный, да. Это несмотря на то, что они, они сами обучались, да, обучались во Франции, ездили туда, у них были стипендии. То есть для них человек, вращающийся очки, мог быть арестован тоже, да, который мог представляться быть чужим. Они тоже были против религиозных деятельностей, буддистских монахов, христиан и мусульман. Как я уже отмычала, в Камбодже проживает население Чам, это мусульманское население. И тоже против, как раз было, когда были вот эти, трибуналы дела против главных исполнителей, то они были обвинены против геноцида населения Чам, мусульман. Кроме того, они начинают создавать систему центров безопасности. И уже буквально, то есть сразу, как они входят, они начинают создавать различные тюрьмы, которых было 196, которых известно. Кроме того, тоже очень важно отметить, что они тоже заменяют даже традиционные семейные отношения, то есть разлучают детей от родителей, не можно заключать браки между собой. То есть если, например, кто-то начинает с кем-то, невозможно было встречаться с кем-то, мужчины и женщины должны были встречаться только по распределению и четко плану, к четкому плану. То есть так называемые традиционные браки были тоже отменены. И вот они тоже начинают создавать вот эту систему, систему безопасности, центров безопасности, которых было 196. Самым известным был этот центр С-21, который является сегодняшним музеем геноцида Тулслен. Это как бы было центром того, что они делали, их инфраструктуру. Вот эти центры безопасности, одни были как тюрьмы, из которых не можно было выйти, а другие были созданы, чтобы можно было там как бы подкорректировать себя, подкорректировать свое поведение. И вот С-21, сегодняшний музей геноцида, Тулслен, он как раз относился вот к первой категории, первой категории вот этих вот центров безопасности. И он был самым большим из таких центров в Камбодже и самым эффективным. И тоже являлся самым значимым для красных мер, так как он был предназначен для привилегированных узников, например, для бывших кадров красных мер. То есть красных мер, которые как бы что-то сделали неправильно, по мнению руководства, они попадали вот именно в эту тюрьму, в С-21. Тоже против иностранцев. Там было тоже очень много иностранцев, женщины, дети. И режим красных мер, как они называли себя ANCOR, или организация, установил абсолютный тотальный контроль над жизнями людей, можно сказать. Они хотели тоже частью их как бы целью было стереть и переписать полностью историю. То есть начать историю от зера, от нуля. И в соответствии со своими тоталитарными желаниями и планами. И как я уже отмечала, на первом этапе геноцида они поделили и общество на своих и чужих мы и вы. Они создали внутренних, начинают создавать внутренних, внешних врагов. Как я говорила, многие тоже попадают вот в эту вот тюрьму, да, С-21, которые были тоже против, выступали против тех, которые были связаны как-то с иностранцами, да, например, очень много артистов, певцов, музыкантов, они просто пропали во время геноцида в Камбодже, их просто ликвидировали. Они создали атмосферу постоянного страха и подозрений и хотели полного уничтожения, но не только полного уничтожения людей, предполагаемых врагов, да, психологически, физически, но все вокруг, что было создано людьми, произведено людьми, культуру, образование, искусство, даже какие-то физические вещи, которые были созданы, да, здания, то есть они хотели тоже уничтожить то, что было создано людьми, не только самих вот этих вот врагов. И, конечно же, была полная изоляция страны и можно сказать, что это был такой социальный пример социального эксперимента, когда режим правительства пыталось поставить буквально в очень короткий ПИУ три года, восемь месяцев и двадцать дней и именно столько красных мер правили в Камбодже и находились у власти. То есть такой социальный эксперимент. И в результате вот этого вот эксперимента около тридцати процентов населения Камбоджи застало, погибли. Погибли это около двух миллионов жертв. Погибли пятьдесят процентов, может быть, погибли от голода, от трудных условий, в которых они вынуждены были находиться, а пятьдесят процентов с ними расправились на полях смерти в Камбодже. То есть сначала привозили в такие центры безопасности, С-21, а потом увозили на поля смерти и там с ними расправлялись. А сейчас перейдем вот я вам расскажу о Тулсленг. Вот это была самая главная, как я сказала, и самая важная тюрьма, которая существовала в инфраструктуре Красных Меров С-21. Сегодня это является музеем геноцида. И он расположился в южной части Пнампена, входит в черту города и, можно сказать, идентичностью самого города Пнампена. То есть там даже на самом деле тюрьма была гораздо больше в свое время, но она охватывает такие территории, где сейчас уже не находится здание. И что значит С-21? Это кодовое название полиции и безопасности времен демократической кампучи, времен Красных Меров. И С означает зал или холл, а 21 означает безопасность и полицию. Что было на этом месте до прихода Красных Меров к власти в 75 году на месте С-21 в этих зданиях до Красных Меров была средняя школа, названная в честь одного из камбоджийских королей, связанная с основанием Пнампена. А зачем окружающего его района Тул, Свай, Прей? Потому что вообще в 50-х годах и вот когда Камбоджа получает независимость, очень много тоже строила школ. То есть уделялось тоже внимание образованию. Появлялось много учебных заведений. То есть был к этому интерес. То есть С-21 он был создан на основе школы. Школы, средней школы, которая существовала до прихода к власти Красных Меров. И так как мы знаем тоже, что Красных Меров отменили образование, учебу. Эта заброшенная школа стала штаб-квартирой Красных Меров, так как С-21 занимал огромную важность, важное место для Красных Меров. А классные комнаты, где студенты учились, ходили на занятия, они стали камерами, камерами для узников. Здесь, например, я показываю парта и доска для описания. это как раз из новой экспозиции, из новой экспозиции временной, которая была создана в Тулсленг буквально два года назад, в августе 2019 года, то есть первый раз, когда музей начинает рассказывать вот такую детальную историю своего существования, то есть и появилась эта временная экспозиция, то есть первый раз это тоже показывает, что там была школа когда-то, что это не только тюрьма, которая как бы все об этом знают, но вот там была тоже школа. И с узниками поначалу, которые попадали в Тулсленг, с ними расправлялись в близлежащей местности, недалеко от самого здания С-21 Тулсленг, но потом отвозили уже на поля смерти. И за очень редкими исключениями кому-то удавалось выжить и выйти из Тулсленг. То есть буквально 99% попадавших в Тулсленг погибали. И как я говорила, было два вида вот этих центров безопасности. Центры безопасности, из которых можно уже не выйдешь, то есть оттуда отправляли на поля смерти или такие центры безопасности, где можно было откорректировать свое поведение и обучаться. Из стулсленга практически никто не выходил из попадавших туда. Тут мы видим архитектора этого здания. Заключенных допрашивали, пытали и увозили казнить на поля смерти. в Чоунг-Эк. И тут мы видим карту, которая показывает на этой карте мы видим все поля зазначенные, места, где происходили массовые убийства, казни. По тому, что нам известно, сегодня более 18 тысяч человек, это мужчины, женщины, дети, много очень тоже иностранцев содержались в С-21. И их большинство отвозили в Чоунг-Слэк. Это место казни, специальное место казни С-21. Расположено где-то 15 километров от самого музея, куда можно доехать тук-туком буквально очень быстро. До 50-х и 60-х годов вот это место, место поля смерти, Чоунг-Слэк, это было китайское кладбище, которое было преобразовано в место казни, красными хмерами. А вначале это было китайское кладбище. И практически в течение нескольких лет каждую ночь заключенных С-21 привозили туда и убивали. И вот мы видим, что там очень тоже есть массовые гробы, да, и до сих пор там проходит исследование, и это все изучается. А о том, что о людских останках я буду тоже рассказывать потом. То есть это тоже там выставлено в ступе. но это не только на полях смерти, но также присутствует и в Тулслэнг, самом Тулслэнг. То есть С-21 и сегодняшний музей геноцида Тулслэнг и центр геноцида Чонг-Эг на сегодняшний день это единственные такие исторические мемориалы, живые мемориалы, которые были созданы как музейные учреждения в Камбодже, которые документируют, исследуют и подтверждают, являются таким важным доказательством преступления режима Красных Миров. Хотя на самом деле появлялись более небольшие мемориалы тоже в других местах, но это самые известные, которые стали позднее музейными учреждениями. Когда поля смерти были обнаружены там тоже нашли очень много тел, количество тел, братские могилы, которые остались некоторые нетронутыми до сегодняшнего дня. А некоторые из них были даже затоплены под ближайшим озером. В конце 80-х тоже была возведена такая ступа, вот мы видим, здесь показано на фотографии, в которой выставляются человеческие останки, черепа, кости, найденные на этом месте. И подлинность об этом, то, что это там произошло, есть, мы уже знаем об этом, потому что тоже уже в 80-х годах там происходили исследования этого места. И что тоже нужно признать, что вот это вот место и Тулсленг, и место смерти, куда отвозили узников Тулсленг, они сразу же после того, как был свергнут режим красных мер они стали музеями, то есть не нужно было ждать, чтобы какое-то было решение, их сразу преобразовали в музей, то есть сразу же началась работа, документация, исследование, то есть это уже был такой процесс, который был сразу, то есть то, что там сейчас нашли, потом находится, это многое сохранилось благодаря этому, благодаря такой реакции. Тут есть такая цитата, цитата из рассказа известного режиссера из Камбоджи, номинированного на Оскар, Ритхи Паня, может быть, вы слышали, смотрели его фильмы тоже, это самый известный режиссер в Камбоджи, то, что, как он говорит, что происходило с узниками С-21, у заключенных нет прав, они наполовину люди наполовину трупы, но они не люди, не трупы, они бездушны, как животные. Его семью тоже коснулась трагедия, трагедия геноцида, который произошел в Камбодже, был организован Красными Хмерами, то есть для него это его история, для него это опыт его собственной семьи, и его рассказ устранения, который может быть доступен на русском языке, я знаю, он доступен на других языках, он отражает выживание людей в экстремальных обстоятельствах, условиях кровавого режима, которые совершили в данном случае Красных Меры, а также демонстрирует универсальное страдание, то есть это тоже такое очень сильное произведение, которое тоже я рекомендую прочитать, если захочется понять, что же произошло в Камбодже, и вот именно через этого режиссера и тоже можно сказать писателя можно узнать об этом, почувствовать какую-то что-то понять. То есть С21 он известен как Тулсленг, как прежде всего как место зверских пыток, но это также место, которое является памятником силы человеческого духа в сопротивлении крайним бесчеловечным обстоятельствам, и одна из узниц, которая наиболее известная в Камбодже, которая является символом молодых людей в Камбодже, это Бафана, молодая женщина, которая была заключена в тюрьму в С21, допрошена и казнена за обмен любовными письмами. И Бафана, она становится женским символом сопротивления в Камбодже. Ее именем названа одна из самых известных организаций в Камбодже, показывает, что сопротивление в Камбодже было. Конечно же, и вот именно сопротивление тоже было женское лицо, женщины. И мы тоже знаем, что женский опыт геноцида с точки зрения виктимизации, страданий и последствий, он в какой-то степени отличается от мужского. То есть женщины заключенных их тоже очень часто насиловали, унижали перед допросами, перед казнью. То есть это совсем немножко другой опыт. И вот Бафана на сегодняшний день она является таким символом Камбоджи тоже для некоторых молодых людей. И мне поэтому хотелось вам тоже ее показать. И она тоже была заключенная в С-21. В начале января 79-го года за несколько дней до освобождения Пномпеня вьетнамская армия вместе с армией Объединенного фронта освобождения Камбучи обнаруживает С-21 Тулсленг. То есть где уже не было красных меров, которые понимают, что уже небезопасно оставаться, и вот вьетнамцы освобождают С-21. Они спасают пятерых детей, прежде всего спрятавшихся в вещах, и находят тоже восемь выживших узников. И вот мы видим на фотографии этих детей, и вот этих узников они позируют для фильма, который бы снят позднее в 80-х годах. Как эти узники, как им удалось выжить? Потому что многие из них обладали талантами, которые были необходимы красным мерам, хотя они ненавидели ученых, они ненавидели образованных людей, но они, например, были переводчиками, знали вьетнамский язык, например. Кроме того, они были художниками, то есть у них были какие-то таланты, и вот благодаря этому этим людям удалось выжить. И вот их нашли в январе 79-го года. Первые вот мы видим на фотографии тоже, первые доступные фотографии видеосъемка принадлежат стул сленг С-21 принадлежат вьетнамцам, которые первые попали туда после освобождения. И хотя сегодня в Камбодже можно встретить дискуссию на тему отношения к тому, освободили нас вьетнамцы или это была оккупация, то есть после освобождения Пномпена Камбоджи вьетнамцы еще остаются, потому что мы все знаем, что Красный Мир не исчезли в 79-м году, они еще были в лесах, они прятались, у них была поддержка ООН, у них была поддержка Соединенных Штатов в то время, то есть они еще существовали, но вот сегодня начинает проявляться тоже такая дискуссия, освободили нас вьетнамцы или нет, что это было, но это так, я к слову говорю, но вот первые видео, первые съемки, это и принадлежат вьетнамцам, которые первые попали туда. именно с помощью тоже вьетнамского директора С-21 вот этот вот Тул Сленг С-21 преобразовывается в музей, и он находился под управлением Министерства пропаганды, культуры и информации Камбоджи, и тех узников, которых мы видели, то есть которых я вам показывала, среди них тоже был один из первых директоров, уже вьетнамский был потом, то есть которые они все, многие остались уже потом в Тул Сленг работать, и каждый выполнял какую-то свою функцию, то есть были связаны с этим местом. И в это время, как я говорила, Красных Мир, они не исчезли, они воюют, они прячутся на границах с Таиландом, и даже в то время, как я говорила, поддерживаются ООН и США, которые выступали тоже против Вьетнама коммунистического, то есть мы видим, что в какой-то момент международное сообщество, оно не не смогло предотвратить этого геноцида, не смогло достойно ответить, да, и не было тоже веры в того, что происходил действительно геноцид, что что-то такое могло случиться, поэтому вот была вот такая вот поддержка. Тут мы видим тоже, это вот кадры, которые тоже были подготовлены, сняты вьетнамскими и вьетнамцами, которые освобождали Тулсленг, и в конце января 79-го года очень важно было показать миру, что это произошло, что эти преступления были, потому что мы знаем, что отрицание геноцида, вот как, и отрицание холокоста, оно происходило еще во время самого холокоста, да, когда, например, нацисты, они старались это как бы уже во время холокоста стереть, да, какие-то доказательства, ну и вот тоже сейчас, и поэтому уже в начале, в январе 79-го года Тулсленг приглашают посещать различные международные делегации, тоже по приглашению Министерства пропаганды, культуры и информации Камбоджи, чтобы показать, какое-то сильное место доказать, какое-то сильное доказательство, да, это вот Тулсленг С-21 и именно доказательство преступлений красных мер и вот то, что мы видим на фотографии, это посетители, первые, одни из первых посетителей Тулсленг, уже тогда переформированного музея, потому что, как я сказала, власти Камбоджи им удалось быстро переформировать это в музей, мы видим, что первый директор, он их водит и показывает, да, вот, что в этом музее есть, осталось, и тоже это здание, здание бывшей школы, а потом тюрьмы С-21 Тулсленг, тут мы видим различные делегации посещают и вот тоже хотела вам показать, что было много иностранных делегаций, но также приходили некоторые местные, местные их меры, которые хотели разыскать своих близких, которые просто пропали и не хотели туда прийти, и вот мы видим в 79 году было 20, более 20 тысяч посетителей, это местных меров, и были тоже иностранные посетители, более 6 тысяч, в 80-х годах тоже было уже более, практически больше было иностранных посетителей тоже, и местных посетителей мы видим, потому что они старались, как я говорила, искать что-то о своих семьях, может быть, найти какую-то зацепку, потому что очень многие расстались со своей семьей и уже никогда не встречались, и вот мы видим 81 год, тоже уже больше появляется иностранных посетителей, каких-то делегаций и местных посетителей, но это было сразу после геноцидов в Камбодже, да, мы видим, что был вот этот интерес, приходили, искали, искали о своих семьях информации, и в 79 году, вот это тоже интересная статистика, здесь мы видим, что было вот посетителей сколько из Камбоджи, потом больше всего было из Вьетнама, из Франции, из СССР, из Швеции, Японии, Монголии, Лауса, США и Венгрии, то есть это вот то, что сохранилось, то, что нам известно, какие были посетители в музее в 79 году. И вот тут я хотела бы обратить ваше внимание, потому что то, что я хочу сейчас показать вам, это уникальный, уликальный материал, над которым только начинают работать, то есть этот материал, он еще нигде, ни с кем, как бы практически мало кем исследуется. Тщательно, с самого начала, тщательно велись и сохранились книги посетителей, среди которых были гости и делегации из СССР. И это, как я сказала, огромный и важный материал для исследования, потому что эти записи существуют на разных языках, на английском, на польском, на русском, на румынском. И можно тоже заметить, что они отличаются, то есть то, что оставляют, например, поляки, оставляют русские, оставляют американцы, это были разные записи, и если их исследовать, можно тоже найти какие-то, подумать, как они, вот посетители, они соотносят трагедию Камбоджа к своей собственной трагедии, своей страны. И, то есть, конечно, то, что они все разделяют, разделяют трагедию и проявляют солидарность, солидарность с народом Камбоджи. И вот тут некоторые моменты, которые я не знаю, если вы видите, но, может быть, я быстро вам так прочитаю. Нет слов, чтобы выразить возмущение и ненависть новоявленным фашистам, видите, как они используют здесь вот это сравнение совершаемых преступлений, подобных осужденных нюрнбергским процессом. Невозможно сказать ни слова в защиту людей из Пекина, подсоцвующих и участвующих в этих зверствах. Тут мы видим, что как бы идет, как бы относятся, они начинают как бы относить это к Китаю, который тогда поддерживал Пол Пота. Народ Камбоджи уже сказал свое слово, отвоевав свое право на жизнь. Даже всех частных людей должны, даже все люди должны преодолеть весь этот ужас. Инженер из Москвы Мальцев. Это в 80-м году. А это вот из США тоже было. Один из посетителей оставляет, но я вам, так как у нас немного времени, я вам лучше покажу то, что из Советского Союза, да, какие остались записи. И вот следующая идет запись посетителей. Из чувства глубокого возмущения и негодования отряд медицинских работников Советского Красного Креста посетила бывшую тюрьму, где они увидели, да, вот эти варварские злодеяния. Мы, медицинские работники, прибыли в братскую нам кампучию для того, чтобы оказать поддержку нашему братскому народу, трудолюбивому коммунистическому народу. Желаем народу кампучии скорейших залечивания ран, совершенных полпотом, с искренним братским уважением. И вот, а вот здесь еще, по-моему, я тут не выставила, но была еще запись, которая была 79-го года, и она, по-моему, была, да, и она была 70-го года сразу после вот этих звезд. Это была группа советских артистов, посетивших тюремные за стенки Клики Полпота. Так они пишут, мы группа советских артистов, посетивших тюремные за стенки Клики Полпота. Чтобы мы узнали о бесчинствах, которые совершал Полпот. Действия Клики Полпота были такими жестокими, как и действия палачей фашистских за стенков. Хотелось бы, чтобы этот музей, бывшая тюрьма, напоминали людям мира о тех ужасах, На подобии Полпота. Пусть никогда и нигде не повторится трагедия Кампучи. Группа советских артистов. И это было уже сразу после вот этих событий, после освобождения Вьетнама, то есть это 79-й год. Вот. И таких записей осталось очень много. И это, как я сказала, огромный и очень важный материал для работы, с которым нужно работать. И, например, здесь сейчас тоже находится Рафал Панковский из Польши, который исследует польские книги, записи польских посетителей, которые посещали Тулсланг сразу после освобождения. Может быть, он потом бы тоже хотел что-то сказать. Но вот я просто хотела с вами поделиться, что вот было тоже очень много таких записей на русском языке. В целом, историю музея можно выделить несколько периодов. Прежде всего, меняется, как видим, название музея. Не сильно меняется, но вот вывеска, мы видим, как визуально это меняется. И вот это вот, хотела бы вам показать первая экспозиция, которая была представлена в августе 79-го года. Это было как раз тогда, когда Народный революционный трибунал признал Палпота виновным в геноциде и заочно приговорил к смертной казни с конфиксацией имущества. А как мы уже знаем, Палпот вместе со своими пособниками прячется тоже на границе с Таиландом. И целем первой экспозиции было показать материалы, используемые для пыток в Тулсленг, имена, потому что люди, которые попадали в Тулсленг, им сразу как бы они попадали в камеры, и каждая камера имела номер. И тут мы узнаем имена, фотографии жертв, некоторых жертв, потому что когда все узники, которые попадали в Тулсленг, им сразу же делали фотографии. Это вот очень важный материал, который практически весь сохранился. И предметы, найденные на месте, жертвам возвращали имена, которые забирали, да, как я говорила. Целем было доказать, что да, это было, да, то есть первая экспозиция была показать, что вот это зверство не произошло, потому что еще тогда многие верили Палпоту, и это даже на уровне международного, да, такого сообщества. И им было очень важно доказать, что вот эти преступления, они были совершены. 7 января 1980 года начали отмечать в Камбоджу День Победы, который и тогда начинает тоже организовываться дополнительно, видим камеру тоже в Тулсленг, дополнительная экспозиция рисунков о пытках. И вот эта вот экспозиция, вот эти рисунки, а их можно сегодня тоже увидеть в Тулсленге, на полях смерти, в музее на полях смерти, они принадлежат одному из выживших узников Тулсленг, из тех восьми, о которых я вам рассказывала, художнику Ванна. И, то есть, тогда уже начинают показывать вот эти вот рисунки, то есть, как он это все помнит, да, как это он все документировал, как они находились вот в этих камерах, как их пытали. Кроме того, они организуют тоже вот дополнительно, дополнительно к тому, что показаны вот эти предметы, потом рисунки, также готовят стенды. Стенды такие с фотографиями о том, что происходило в других частях Камбоджи, в других, как бы, городах, да, в сельской местности. То есть, показывали были примеры казни, эвакуация из Пномпения, история Камбоджи, разрушение, разрушение здравоохранения, преступление против религии, преступление против образования и также геноцид культуры. Потому что мы все знаем, что тоже очень многие артисты, музыканты не пережили геноцид в Камбодже, да, они пропали. И многие просто неизвестно где и как, и ничего не осталось после них. И вот они тоже в это время, даже вот уже сразу после освобождения делают такие стенды, чтобы показать, чтобы доказать, что это вот все это было, это была правда. Кроме того, они создают вот такую карту, карта-доказательств, такая своеобразная Камбоджа, собранная из останков людей, из черепов узников, которые выкопали там недалеко, да. Карта должна была символизировать смерть миллионов хмеров со всех регионов страны под режимом красных хмеров. Это была идея первого директора, который сам пережил ту сленг, да, из тех восьми человек, которые выжили узников, и вьетнамских экспертов. И уже потом был этот второй директор вьетнамский, да. На карте было представлено 30 черепов, и она находилась в музее около 20 лет, достаточно долгое время, до начала 2000-х годов. Но ее убрали после того, как король народом написал премьеру Хунсену, что черепа должны быть кремированы согласно буддийской традиции. То есть это, согласно буддийской традиции, не должны быть так выставлены. И души умерших должны перевоплотиться, то есть если их как бы кремировать. И тогда музей решил все-таки не убирать эти черепа, сохранить как доказательство, потому что еще существуют такие попытки отрицания, да, и тоже пошел на компромисс. Сохранил эти черепа как доказательство для исследований и для образовательных целей в стеклянных шкафах позади буддийской ступы, имеющей сакральное значение. То есть сама карта, она как бы и была изменена, то есть и черепа были представлены немножко в другом контексте. И в этой интерпретации посетители должны проявлять уважение к черепам, когда они их увидят. И дополнительно музей тоже решил показать вот эту вот фотографию вот этой карты, которая уже больше не существовала из этих вот черепов. Министерство пропаганды, культуры и информации также дополнительно готовило, распространяло листовки с именами и национальностью жертв узников Тулсленг, С-21. И вот мы видим здесь, вот я сделала из последнего, из первого, можно сказать, каталога, изданного музея в августе 2019 года, кто был арестован, например, вот из Индии, да, там было очень много иностранных граждан. То есть они, министерство делало вот это все, чтобы показать, да, кто были эти жертвы. Это было в самом-самом начале, после освобождения. Дальше, в 79-м году уже, потом, после 70-го годов, музей тоже организует экспозицию, которая тоже представляет предметы, заключенных как доказательства. Многое со временем испортилось, пропало, но что-то еще осталось. Одежда, постель, миски для риса, лампы, цепи, то есть радио, часы, бюсты, даже бюсты полпота, рисунки, материалы для пыток. Материалы для пыток, то есть я показываю вот эти предметы, которые были выставлены в этих первых экспозициях. Как наручники, цепи, молотки, топоры, лопаты, канаты, грабли, то есть все, что можно было применяться для пыток, это все применяли, об этом тоже вспоминали потом эти выжившие узники Тулсленг. И только в 2015-м году, буквально 6 лет назад, музей Тулсленг начал консервацию вещей в музее. Как я уже сказала, многое пропало в связи тоже с климатом, потому что в Камбодже другой климат, да, и не было возможности это все законсервировать, но все изменилось, да, получилась возможность, что это как бы можно с этим работать, и однако большая часть все-таки сохранилась. И вот сегодня музей ведет эту огромную работу вот уже 6 лет. Музей сохранился практически без изменений, как был, потому что это очень важное место доказательства, благодаря тому, что он был преобразован сразу в музей в Камбодже, то есть он попал под охрану, и там нельзя было ничего делать, то есть он сохранился. Тоже буквально пару лет назад был проведен проект по идентификации граффити. Нашли огромное количество граффити, более 11 тысяч разных граффити, надписей, сохранившихся еще со времен школы, какие-либо математические формулы, но также, например, стихи о любви, число дней, проведенных в Тулсленг, день заключения, имена заключенных. А тут мы видим, вот высечено, не очень так, показано тоже это из каталога, поздравление с Рождеством, Merry Christmas, 78-й год. То есть это кто-то, какой-то иностранный гражданин, который был католиком, находился вот в Тулсленг и вот написал, вырезал, да, поздравление с Рождеством. Эта тема еще не исследована вообще до конца. И то есть это сейчас уже, конечно же, в Камбодже, на счастье, появилось очень много ученых самих меров, потому что вначале, когда начали исследовать Тулсленг, начали исследовать геноцид Камбоджа, в основном это были иностранцы западные, из Австралии, из Америки. Но на счастье сейчас появились свои местные ученые, которые, это вот молодежь, которая подрастает, да, и она уже может сама вот прийти и исследовать. То есть вот, наверное, эту тему они тоже возьмут и когда-нибудь исследуют. Это огромный материал, который можно использовать. Очень важно, что огромное количество документов, представленных в С-21, признание, списки, биографии, заметки, фотографии, это более 50 тысяч документов архива. Они их внесли в международную программу ЮНЕСКО «Память мира». Тулсленг уже написано несколько тоже диссертаций, докторских диссертаций. Все больше туда приходят ученых, как я отмечала, тоже местных, чтобы исследовать. И, однако, первый каталог и первая временная экспозиция, которая рассказывает о самом месте, о истории этого места, она была создана только в августе 2019 года, как раз перед пандемией. И должна была показываться, был год, но, к сожалению, пандемия изменила планы, то есть музей очень долгое время был закрыт. Но что я тоже очень важно скажу, что музей Тулсленг старается тоже получить статус и подал на статус ЮНЕСКО. То есть мы знаем, что Освенцим находится из таких вот мест подобных на этой листе. И тоже Тулсленг, я знаю тоже, что в Руанде тоже пытаются получить тоже такой статус, быть на листе наследия универсальной ЮНЕСКО. То есть это все как бы процесс, который идет. Ну, там, видим, и памятники, которые тоже не менялись, стоят как бы в центре вот этого вот комплекса Тулсленг, в котором несколько зданий, и там вот эти вот камеры сохранившиеся, да, там. И вот мы видим, тоже стоят памятники. Каждое утро, когда музей начинает работу, там поднимается флаг Камбоджи. То есть и приходит директор музея, и работники музея. Очень много молодых людей, которые сейчас хотят туда попасть, работать. Это тоже очень хорошо. То есть они стараются узнать свои истории, потому что Камбоджа сталкивается с огромными проблемами, в том числе и музеи, которые там находятся. Как начать говорить об этом прошлом? То есть если после самого геноцида приходили, изучали, да, хотели узнать, что произошло с семьей, то потом эта история начала как-то замалчиваться, и об этом не говорили. Очень многие даже молодые люди не знают этой истории. Другой вопрос. Кто исполнитель, кто жертва? То есть в самом начале я вам показывала молодых подростков, 13, 12, даже 11 лет, которые участвовали в вот этих преступлениях. Они подросли, да, их не осудил никто. Они возвращаются жить в свои дома. Они общаются с соседями. То есть как бы такого самого процесса примирения не было, да, вот в Камбодже. То есть они вернулись практически к нормальной жизни. Потому что международным трибуналом было осуждено всего несколько человек из верхушки позднее, да. Некоторые даже вот исполнители жертвы, они остаются работать в самом Тулс Лэнг, как гиды, например. Они рассказывают посетителям сразу после вот этого произошедшего эту историю. Каждый, конечно, рассказывает и додает, как бы добавляет свою перспективу, да, своего опыта. Но все-таки молодежь еще очень плохо знает историю. И вот для меня тоже, как я говорю, я была там последний раз перед пандемией, перед тем, как закрылась. И там было много молодых, которые приходят как волонтеры. Они хотят работать там как волонтеры и узнают эту историю. И очень много сейчас как бы таких стараний. Но критиковалось, что многие туры в музее в основном для туристов, потому что они ассоциируют Камбоджу с Тулс Лэнг, с геноцидом, да, и приезжают. Но вот как бы процесс, он очень медленный, но это не только становится уже для туристов. Но все равно, как говорится, много вопросов, да, которые еще никто не ответил на эти вопросы. И в чем уникальность Тулс Лэнг? Тут я показываю вот семинар, который проводил тоже конференцию в музее Тулс Лэнг. Вот вы видите всех молодых людей, которые работают, работают в музее в самом. И тоже для меня вот было таким как бы открытием. Многие погибли, да, вот какое-то поколение полностью было исчезло после геноцида. И, например, когда я начала смотреть там, например, университеты, работников университетов, да, я тоже обратила внимание, что среди них в основном только молодежь. То есть того более старшего поколения, которые тоже, может, не пережили вот этот вот геноцид, нет. Ну, вот видим, что молодежь, она еще все-таки приходит. И вот это открытие вот первой выставки, экспозиции о истории самого места в августе 2019 года. Видим, что тоже при участии в Министерстве культуры они это организовали. И каталоги, которые были изданы на хмерском языке и английском языке, но они все могли это получить, и они не в продаже. А это, например, с фотография молодежи, так как мы проводили семинары, семинары в Пномпень для молодежи о Холокосте. И мы видим, что был такой интерес, они тоже узнавали эту историю. И вот, например, вот это вот мы видим Саяна Сэр в руках книга. То есть это была первая, она первая перевела дневник Анны Франк на хмерский язык. Это было еще давно, сейчас это мы переиздали, и вот она тоже с нами сейчас работает. То есть это первая переводчица Анны Франк, дневника Анны Франк на язык хмер. Например, сейчас фонд Генриха Бёля издал 5000 копий, которые распространяются по всем школам Камбоджи. Возможным. Птампень точно. То есть мы видим, что мы как-то стараемся с этим работать. И что я скажу, хотела бы вам отметить еще последнее о Камбодже, чтобы сказать еще немножко о Бангладеше. Выдающаяся уникательная ценность Тул Сленг наряду с полями смерти Чонг Эгг, это с глобальной точки зрения представляет масштаб злодеяний, пределы возможностей человечества. Уникальность Тул Сленг, то, что он объединяет универсальные и уникальные символические значения. Заброшенные здания, тюрьмы, следы на полу, стенах, граффити, надписи жертв повсюду демонстрируют огромные человеческие страдания, потери и разрушения. Эти места демонстрируют, как может функционировать тоталитарное общество, насколько легко человечество может быть подавлено и уничтожено. О них Ангкор хотел уничтожить, переписать историю в соответствии со своими тоталитарными желаниями и убийственными планами. И Тул Сленг тоже еще уникален, и тут я хотела бы отметить, и символичен своим географической близостью к чрезвычайным палатам в судах Камбоджи или Трибунала Красных Меров. То есть он находится географически недалеко. Почему это важно? Потому что там он был учрежден, этот вот трибунал, в качестве суда правительством Камбоджи, Организации Объединенных Наций для судебного разбирательства по делу руководителей Красных Меров за преступления, совершенные во время правления. И, например, С-21 возглавлял так называемый дач, которого осудили в суде по обвинению в преступлениях против человечества, преследовании и истреблении, пытках, убийствах и бесчеловечном обращении. После освобождения на С-21 в нем было обнаружено, как я уже говорила, много документов, много фотографий узников, которые служили средством связи между Трибуналом Красных Меров и обществом. И это демонстрирует связь между местом разрушения и правовыми последствиями преступлений и осведомленностью общественности. То есть тут тоже появляется важный вопрос ответственности и вины за совершенные преступления. То есть и место разрушения становится местом критического отражения вопроса об ответственности и вине, которое уже можно будет передать последующим поколениям. Это также близость физическая, географическая вот этого трибунала показывает, что преступления не были совершены абстрактным злом. Конкретные люди с конкретными именами, должностями, которых там осуждали. Это место символизирует тоже хрупкость человеческой натуры, так как многие из тех, которых осуждали, которых допрашивали и пытали в С-21, они сами в прошлом пытали других и допрашивали. И то есть тоже это показывает то, что это очень важно, потому что международное сообщество не отреагировало на геноцид в Камбодже своевременно, не было ничего предпринято и тоже после этого. И поэтому то, что вот этот трибунал и там все это вот происходит, да, находится недалеко от самого места преступления, это очень важно знать. Ну вот я хотела вам тоже показать, вот есть тоже такой центр документации Камбоджи, это такая известная организация, которая занимается исследованием тоже документации всего произошедшего. И у них, которая была создана тоже в Камбодже, и тоже при участии США и Конгрессом США, они планируют создать большой музей, который будет другим, который не будет вот Тулсленг, местом, где это произошло, а музей таким мультимедиальным. И вот видим, что это только проект, который об этом как бы появляется. И это достаточно интересно, как у них это получится, да, но очень важно об этом говорить, то есть они планируют, это как бы планы, которые существуют. И я вижу, что у нас не так много осталось времени, я хотела бы еще немножко вам рассказать тоже о Бангладеше, и потом можем перейти к дискуссии. То есть перейдем сейчас к Бангладешу, в котором я только сейчас начала тоже заниматься недавно. То есть я там побывала тоже, была на конференциях, организованных музеем освободительной войны в Бангладеше о геноциде. И Бангладеш, как была создана эта страна, мы знаем, что был раздел Индии в 1947 году, Пакистан был создан как отдельное государство для мусульман. И было много как бы таких произошло разногласий в обществе, тоже разделение бенгальского общества, тоже на религиозной основе. И тоже фактически вот этот восточный Пакистан, из которого произошел Бангладеш, с самого начала он как бы отделен был от западного Пакистана, физически, да, географически тоже было много километров. И таким образом, с самого начала это было как бы нереально, чтобы это было одно государство. И появилось тогда тоже движение за освобождение, за бенгальский язык, за независимость Бангладеша. То есть Бангладеш был создан как светская демократия, как светское государство в 1971 году, после кровавой войны за независимость от Пакистана, которая была отмечена массовыми убийствами, совершенными пакистанской армией и ее пособниками против Бангладеша. Это те преступления, которых это тоже произошло практически не так давно, это произошло 40 лет назад, практически как в Камбодже, 1971 год, в Камбодже несколько лет позднее. Но этот геноцид, как бы этот геноцид, эти преступления не признаны еще достаточно и много тоже попыток отрицания. И Бангладеш, мы знаем, расположен между Бирмой и Индией. И это одна из самых больших, да, одна из самых больших густонаселенных стран мира. И государственный язык бенгальский, ислам, государственная религия. Но Бангладеш достаточно там прориалистическое общество, и там проживает очень много индусов и много буддистов. И то есть они как бы, и там это немножко по-другому, то есть это как бы общество, в котором тоже существует вот этот плюрализм. И музей освободительной войны был создан в 1996 году, то есть он отличается от Тулсленг. Это было создано на другое здание, да, это не место, где это произошло, хотя сам музей участвует в исследованиях. И были найдены поля смерти, в котором тоже музей участвовал. И как следует из устава музея, он посвящен героической борьбе бенгальского народа за свои демократические национальные права. Борьба переросла в вооруженный конфликт после геноцида, развязанного военными правителями Исламской Республики Пакистан. И завершилось превращением Бангладеша в светское демократическое государство в декабре 1971 года. Почему я вам хотела показать этот музей? Потому что на самом деле я очень люблю этот музей. И это только что начала его тоже исследовать, потому что этот музей, он уникальный. Чем он уникальный? Он совмещает сразу несколько нарраций. То есть там представлена вот эта героическая наррация, дискурс, да, который показывает историю Бангладеша, создание Бангладеша, национально-освободительное движение. Борцов за свободу, Freedom Fighters, которые очень в почете в Бангладеше до сегодняшнего дня. То есть семьи, в которых проживают освободители Бангладеша, Freedom Fighters, борцы за свободу, они привилегии, очень как бы, у них привилегии особенные в обществе. И там это существует, вот эта героическая наррация, да, но в то же время этот музей, он достаточно плюралистический. И в нем они работают в основном с молодым поколением, но тоже очень много, есть там центры исследований, например, геноцида. И они исследуют, как бы, очень важно сейчас для Бангладеша то, чтобы те преступники, которые совершили эти преступления, тоже были наказаны. Да, то есть, и как бы это, у них очень много работы идет. И тоже против отрицания Пакистана, вот этого, что произошло. Но я говорю, как я сказала, этот музей, он плюралистический. То есть, когда я там тоже приехала, я увидела тоже интерес, они хотят тоже узнать больше о Холокосте, да, о других каких-то, о том, что произошло в других странах. И это в основном такая молодежь, которые там тоже работают, как волонтеры в этом музее. И вот видите, что я тоже нашла, у них там было, это они опубликовали. И это вот то, что мы здесь тоже видим, это из первой экспозиции музея. Вот тоже показывают останки, которых уже сегодня нету, потому что музей модернизированный совершенно. И, как я говорила, он достаточно плюралистический. То есть, например, конференция, в которой я участвовала, организованная музеем, там была возможность высказать любую точку зрения, прийти и участвовать, например, участникам с Пакистана. И, то есть, там есть вот эта вот свобода, да, и там можно предлагать свои темы. И, например, недавно мы там организовали лекцию с Яном Томашем Гроссом и с Марком Вайтсманом из Альянса по памяти Холокостом, International Holocaust Remembrance Alliance о Холокосте и истории Холокоста. И отрицание Холокоста. То есть, музей, который открытый, да, то есть, там несколько нараций. И так быстро вам покажу, вот как издана, вот как экспозиция, да, там несколько залов. Там буквально от начала о том, как появился Бангладеш, показана карта, да, освободительная борьба, движение за язык бенгальский. И часть посвящена войне, тоже освободительной войне Бангладеша. Тут показаны предметы, которые принадлежат вот этим Freedom Fighters, борцам за свободу. Огромное место в музее занимает часть, которая посвящена женщине, женщине во время геноцида. То есть, очень многие, как я уже говорила раньше, показывала вам Бапанус из Камбоджи, которая погибла, которую казнили. Женщины, они проходят геноцид немножко по-другому, да, то есть, для них это сложнее. И они проходят через насилие еще дополнительно. И вот очень много тоже было совершено насилия во время преступлений, совершенных пакистанцами против Бангладеша. Изнасилований, и все вот это вот было. И этому посвящена очень много тоже, большая часть экспозиции в музее освободительной войны. Видим, что лица вот некоторых женщин закрыты, да. То есть, они говорят об этом, они не боятся, кроме этого, у них образовательная программа, которую они поднимают, поднимают эту тему. И что еще хотела бы добавить, что этот музей тоже, почему он еще уникальный? Потому что он работает с прошлой историей, но и с сегодняшней историей. Мы знаем, что в Бангладеше находится самый большой лагерь беженцев Рахинджа, которые преследуют, нашли там, как бы спаслись от геноцида на Бирме. И музей тоже работает с ними. То есть, работники самого музея, они ездили, собирали свидетельства женщин, которые прошли геноцид на Бирме. И тоже была какая-то программа, как они использовали искусство, да, то есть, эти женщины что-то делали, создавали. Но сейчас, к сожалению, в связи с пандемией музей уже не в состоянии, вот, как бы, вести такую работу, ездить до, ездить в лагеря для беженцев. Но вот эта вот работа тоже ведется. То есть, это уникальный музей в мире, они говорят о том, что было в прошлом. И работают с сегодняшним геноцидом, который еще происходит, да, и о котором очень сложно говорить. И сейчас я хотела бы вам, если можно, показать такой небольшой фильм. Фильм, который... Фильм о самом... сейчас я покажу. О музее. О музее освободительной войны в Бангладеше. Это буквально короткий, он на английском, но я думаю, вам будет интересно. О музее освободительной войны в Бангладеше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 последнюю конференцию 24 часа о геноциде, в котором мы тоже принимали участие. И, как я уже говорила, мы пригласили туда Яна Томаша Гросса, которая писала о едвабном, о Польше, которая с ними тоже говорила. Это было для него тоже интересным таким опытом общения с молодёжью, которая вообще из другого контекста, которая очень мало знает вот эту европейскую историю, о том, что произошло с еврейской историей, с евреями. И для него это тоже было опытом, но было очень большое тоже заинтересование. И думаю, что можно вот как-то дальше там развивать наше сотрудничество. Ну, я думаю, что вот всё, что я хотела вам рассказать, извините, что получилось немножко дольше, потому что много всего есть рассказать. Огромное спасибо, что вы меня выслушали. Может быть, кто-то хочет поделиться рефлексией, что-то рассказать. Вот Раффал есть здесь тоже в студии, например, он может, он тоже был в Тулсленг. Может, у кого-то есть вопросы? У меня есть, потому что, но я всех пропущу вперёд. Очень интересно, спасибо. Вопросов нет, просто хочу сказать спасибо. Спасибо, тоже. Так, ну раз все отмалчиваются. Рада, может быть, ты расскажешь о том, что вот о польских посетителях. Можно я пока задам вопрос? Да. Собственно, да, вот и как раз про посетителей, да, эти книги интересные, которые были в презентации. Мне вот интересно, пришла в голову идея, есть ли попытка сейчас пытаться отследить комментарии в сети, которые приходят музеям, например. Я просто подумала о том, что раньше, да, вот эта вот староформатная книга с отзывами, она всё-таки так или иначе была документом, который хранится. А сейчас, учитывая, что в сети наши все пиарщики, они следят за тем, чтобы ничего особо грубого и ненадлежащего не было, они, разумеется, это всё убирают, да, то есть если приходят какие-нибудь антисемиты, прям такие махровые, то обычно их комментарии долго там не находятся, если он только не по делу, да. И вот возникла у меня, да, такая идея, есть ли попытка всё-таки отследить, да, вот именно вот такую реакцию общественности, потому что обычно мы все говорим о том, что никакого антисемитизма, да, нету, он только там какой-то остаточный и где-нибудь в самых дальних кладезях. И второй у меня вопрос, сразу же задам, это относительно и Камбоджи, и Бангладеш, есть ли в этих странах какое-то законодательное регулирование для тех людей, которые являются отрицателями геноцидов? То есть если есть музеи, я понимаю, что законодательно, да, геноциды внутри этих стран, они признаются, но есть ли какие-нибудь законы, регулирующие отрицатели этих геноцидов? Всё, спасибо. Спасибо большое, Алёна, это очень хорошие вопросы, которые мы ещё можем очень много о них говорить и вообще как бы поднимать их, не только говорить, потому что этой темой нужно заниматься, да. Если говорить о музее в Камбодже, то он, это такой тип музея, который как бы, это место, да, место памяти, это место документации того, что произошло. У них есть веб-сайт, да, но я думаю, что там нету таких комментариев, да, особенных, то есть там очень много иностранцев туда приходит, даже очень больше приходило, чем местных жителей, и, конечно же, они приходили туда в основном как туристы, они слышали об этом, оставляли какие-то комментарии, но чтобы музей этим занимался, я не слышала, чтобы они это отслеживали, да, как бы. А попытки отрицания геноцида в Камбодже, это, конечно, очень много, это встречается, да, я сама просто иногда в Google или в Яндексе смотрела, то есть это встречается среди разных, и вот среди тоже видела, и даже на русском языке видела, отрицали вот этот вот геноцид в Камбодже, то есть просто на каких-то сайтах, которые, не думаю, что музей будет отслеживать, уже не знает языка, да, вот, но это было. А если говорить о Бангладеше, ну, то Бангладеш, конечно, там для них важно доказать, что это еще был, что этот геноцид был, да, и как бы, и они как бы сейчас у них на государственном уровне, вот музей тоже был, у него и попечительский совет, да, они проводят исследования, и это тоже отрицание такое, как бы, неприемлемо, но вот насколько вот это вот законодательно закоплено, я на самом деле еще не так хорошо знаю, но могу это выяснить более подробно, да, потому что это важно. Но вот, например, как запретить отрицать геноцид в Бангладеше, в Пакистане, например, то есть в Пакистане это как бы нету признания еще, да, то есть они не хотят еще об этом, хотя вот мы встречались с таким Шахриаром Кабиром, когда были там, Шахриар Кабир, писатель, который, кстати, написал тоже несколько книг тоже о России, например, о Татарстане, о Казани, он там был, и вот он главный такой интеллектуал бангладешский писатель такой, он создал организацию, как бы общий форум для светского Бангладеша, то есть они борются с фундаментализмом, да, вот с этими проблемами, и вот он нам рассказывал, когда мы с ним встречались, что он знает много пакистанцев, которые хотят об этом говорить, то есть может быть на государственном уровне политическом Пакистан еще не готов, но вот он как бы общался и знает еще, которые об этом хотят говорить, то есть это как бы процесс еще должен произойти, и может быть музей станет каким-то местом примирения между Пакистаном и Бангладешем, но это очень сложно, я думаю, потому что они просто сейчас работают, чтобы показать, да, вот что этот геноцид произошел, но в Кабодже уже как бы все это как бы знают, но тоже встречается вот это вот отрицание до сих пор, но вот может быть я еще отмечу вот проект, в котором тоже мы тебя пригласили, Алена, участвовать, этот проект наш об отрицании Холокоста в странах Юго-Восточной Азии, отрицании, да, то есть там это тоже касается Камбоджи, это касается Таиланда, это касается Бирмы, то есть в этих странах можно, например, в Таиланде, в Камбодже найти какие-то вещи, в которых прославляется, например, показан Гитлер, да, то есть это говорит о том, что в этих странах не знают об этой истории, истории Холокоста, истории Европы, истории евреев, да, и там это можно встретить, и вот наша цель, наш проект, мы как бы хотим это как бы исследовать, хотим найти аргументы вот этих отрицателей, и потом тоже поднять, как бы спровоцировать такой критический дискурс о их собственных, собственной истории, собственных преступлениях, которые там произошли, то есть, и вот это вот наш как бы, наша цель нашего проекта, который мы хотим тоже там поднимать, вот. Просвещать о Холокосте, но в то же время, чтобы они говорили о своей истории, тоже молодежь особенно. Вот там у нас пришел в чат еще вопрос, спасибо большое за ответ, я думаю, мы с тобой еще обсудим. Да, я думаю так. Прежде всего, это тоже важно понять, да, то есть, когда мы исследуем эти книги, да, это прежде всего доказательство того, что произошло. Каждый посетитель, который там пребывал, из Польши, например, из России, из Советского Союза, они, когда оставляли эти записи, они как бы соотносили это своей собственной историей, да, то есть, например, поляки, они в этих вот записях, насколько мне известно, я знаю, Рафал тут есть, но он не отвечает пока, он это исследует, то есть, они вспоминали, многие относили это к Освенциму, да, о том, что произошло вот с евреями и тоже с поляками. А вот среди вот советских вот этих записей, то, что я показала, там были тоже немножко другие, да, уже как бы такой, тоже это показывает, можно об этом тоже изучать, как бы, как вот соотносится это к своей истории. И как это может, например, сейчас, если, например, исследовать вот эти записи, перейти к дискуссиям в сегодняшнем обществе, как наше общество будет реагировать, да, какие, что она может из этого извлечь, какие, как бы, какую информацию, да, какие вопросы появятся. Ну, вот эти вот книги, они, посетители, еще только исследуются, только их очень много, они остались, это уникальный материал, и там действительно написаны такие уникальные истории. То есть, то, что я вам показала, это буквально минимально, у меня просто с собой этого нет, но там, например, истории тоже какие-то представлены из России, интересные, да, то есть, которые показывают местную историю, то есть, это интересно это исследовать. Рафал, ты можешь, хотел бы что-то сказать? Я вижу. У меня немного чего-то добавить сейчас, но могу просто сказать, что, да, отрицание это встречается в Камбодже, это встречается в Пакистане, конечно, тоже, но в Камбодже есть закон, да, который запрещает отрицание геноцида. Настолько он, настолько он работает, это другое, но этот закон, он есть, он есть. А есть какие-то прецеденты, когда кого-то по этому закону там наказали, я не знаю? И какие это прецеденты? То есть, это в сети, это публичное выступление, это книжка, там, публикация, каким образом? Ну, если честно, я не знаю вот такого примера, когда этот закон заработал как-то. Ну, может быть надо искать таких примеров, но точно мы с Наташей нашли книгу, который я встречалась в университете Птампен, книга Киэ Сампана, который один из главных преступников, который издал книгу, которая отрицает геноцид, можно так сказать, даже на английском в переводе, так что такие материалы тоже есть. Ну, в международном сообществе я правильно понимаю, что это тоже такой спорный еще прям вопрос. Прям я посмотрела, что какие-то горячие публикации там со спорами о количестве жертв, вообще о том, насколько это все правда или неправда, да, это до сих пор прям такая горячая тема, незакрытая совсем. Ну, вот если я могу еще добавить что-то, я не думаю, что вообще геноцид в Камбодже – это спорная тема. Вот один такой момент, который, можно сказать, можно спорить, это каких групп населения касается геноцид, как категория, как юридическая категория. Конечно, геноцид, который касается этнических меньшинств, это уже довольно, ну, всем очевидно. Так как Наталья рассказала, вьетнамцы, Чамб и другие меньшинства – это эти жертвы геноцида. Но если говорить о этнических Кмерах, вот это можно спорить, да, это геноцид или не геноцид, но это уже другая дискуссия. Я думаю, что в случае Бангладеша это намного сложнее сегодня, потому что на плане международной дискуссии и международного закона это намного сложнее сегодня до сих пор. Я объясню, почему я спросила про, ну, в принципе, да, откуда у меня возник вопрос. Я, разумеется, не разбираюсь в теме. Я посмотрела тут же самый первый вариант – это Википедия. И обычно то, что говорит Википедия, это то, что самое, ну, как бы так сказать, да, что больше всего людей интересует в данном вопросе. И вот в русскоязычной Википедии про Камбоджу очень долго обсуждаются именно вот эти вот споры о количестве жертв, да, кого признавать жертвами. Признавать ли тех людей, которые умерли от голода при переселении, например, да, в жертвы этих событий, или считать только тех, которых убили в лагерях смерти и в тюрьмах, да. То есть это, вот эта часть материала занимает значительно больше даже, чем рассказы про ужасы и зверства, которые обычно, да, больше всего цепляют на деятельность. Чаще всего, если люди разговаривают о киноциде, они будут обсуждать долго, эмуссировать кого как убивали. А тут я смотрю, что прям огромная идет, огромный блок материала о том, как какие, да, исследователи подсчитывают этих людей. То есть я поняла, что это совсем горячий вопрос. Спасибо большое. Да, я еще хотела бы сказать, вот мы говорим об отрицании, существуют вот международные отрицатели, и они тоже отрицают не только Холокост, например, но отрицают геноцид в Камбодже, отрицают, например, геноцид против Рахимча, то есть одновременно. То есть они настолько уже вот в этом вот как бы отрицании находятся, что они как бы стараются тоже приложить это к другим геноцидам. И такие примеры тоже встречаются, и есть такие личности, им их тоже неизвестно. И тоже отрицают Камбоджу, например. Но вот в Камбодже до сих пор вот эти трудные дискуссии, да, кто исполнитель, кто жертва, потому что, как я вам показала, тоже среди них были дети, да, вот эти подростки, и им тоже трудно это как бы пройти через вот этот вот процесс. Но со временем, я думаю, сейчас вот такая работа началась в музее, и музей тоже как бы хочет, чтобы получить вот этот статус ЮНЕСКО, да, то есть и это как бы изменит тогда отношения на более таком глобальном уровне и на долгое время. Ну, я думаю, насчет массовых отрицателей всего, это примерно так же, как сторонники теории заговора обычно. Если человек верит в одну теорию заговора, значит, он верит в обычно практически во все. Я думаю, что с отрицателями, ну, примерно та же история, что если ты отрицаешь одно, то ты те же самые аргументы будешь предъявлять и ко всему остальному. Вот, есть еще желающие высказаться у нас, может быть, у кого-то назрел вопрос или обращение, или высказывание. У нас очень скромная публика сегодня. Ну, тогда будем прощаться. Спасибо огромное, получилось здорово и интересно, и мы, по-моему, все успели. Спасибо большое, Алена, за приглашение. Я была рада, что все состоялось. Мне тоже пообщаться, тоже, и рассказать об этом другой аудитории, да, на русском языке. Ну, для нас это вообще новая тема, для большинства, я думаю. Видите, даже в музее был только один человек из всей группы. Спасибо, до свидания, до свидания, Наталья, до свидания, Рафа, до свидания, все наши слушатели и участники Школы Гидов. Спасибо большое, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok